И каждый год дети ждут прихода бабушки. Они получают удовольствие в получении бедных, но замечательных подарков, которые она с собой приносит в эту глухую ночь. То есть вы вообще себе представляете, да? 70 лет назад была написана книга полной дезинформации. И что, русские дети, да, на Рождество, то есть тогда, когда должен ребенок родиться, да, младенец, Иисус, ждут бедные подарки от какой-то бабушки. Ну, в общем, с логикой не все в порядке, но зато все в порядке с дезинформацией. Всем привет, Оксана из Алабамы. Сегодня будет такой интересненький обзорчик, вы не ожидали. Я книжонку купила, небольшую такую, посмотрите, картинки-то, картинки. Я сейчас буду вам показывать, читать текст. Называется «Бабушка», «Бабушка и три короля», причем слово «бабушка» на русском. Книжка с картинками детская, она вышла в Америке. Видите, «Бабушка» в платочке нарисована. Печать на книжке университета Алабамы, библиотека университета Алабамы. Я вообще была, я просто была поражена, когда я эту книгу нашла. Я ее купила на распродаже, ну, просто, чтобы она у меня в коллекции. И это просто невероятно. У меня в голове не укладывается, что это пример того, как одна культура дезинформирует поколение о другой культуре. То есть, эту книгу выпустили американцы, якобы это русский фольклор. То есть, те дети, которые бы читали эту книжку, думали, что это действительно существует в русской традиции. Это очень важно, вот такие моменты знать, я была в шоке. Вот. Итак, смотрим. Эти иллюстрации Николай Николас Сидяков. Русская фольклорная сказка ТЭЛ. Университет Южной Алабамы. Медаль получила эта книга. Как самая необычная американская книжка с картинками для детей того года. Ну, в общем, как обычно, зима, то есть, начиналась так, однажды, да, была зима. Бабушка. То есть, не написали Грэдма или там пожилая женщина, написали бабушка. Она подметала и убирала. И печкой кормила... Дровами кормила печку. Не хочу слишком много времени на это тратить. Но, в общем, потом пришли путешественники. Почему-то они, видите, на картинке одеты в военную форму. Они приехали на санях. И там было три человека. Встроенные фигуры. У них были короны. Дюлд Краунс, типа как с бриллиантами. В общем, красные, красивые одежды. А мужчины на конях. За них ехали. За ними и за этим. Вот так и выглядели. Такое ощущение, как будто ненебритые по всему телу. Не знаю. Так. Вот они постучались. Она испугалась. И ей говорят пришельцы. Мы следуем за яркой звездой. То место, где рожден Бэйби. Младенец, да? И мы потеряли след его в снегу. В снегах. Пошли, поехали с нами, бабушка. Помоги нам найти этого ребенка. И ему дары принести. И восхлавить его рождение. То есть они не объясняют ей, что там какой-то особенный ребенок. От Бога. То есть с Богом ничего не связано. Ей было холодно стоять. Видите, вот они это говорят. Она свою шаль замоталась. Она им предложила зайти внутрь, зайти в дом. Погреться. Предложила им отдохнуть. И они сказали, ну раз ты не можешь с нами идти сейчас, мы продолжим свое путешествие. Знаете, так это звучит. Так, типа, к тебе пришли какие-то небритые три ночи мужика и говорят, пришли с нами ребенка искать. Вот. А ты ему, давайте зайдемте в дом, погреемся вместе. Нет, некогда нам греться. Если не хочешь идти с нами, мы пошли дальше. Это вот тогда логика где. Бабушка обрадовалась. Мужики пришли. Одиночество. Думала, скрасит ее, да? Ну ладно, я прикалываюсь-то, да? Ну, в общем, она закончила все свои дела. Но чем это закончилось? Что она стала думать, какие прекрасные джентльмены. Все трое. Они выглядят как короли. Потому что они ищут не какого-то ординарного младенца. Я тоже пойду его искать. То есть она пойдет искать младенца с опозданием. Ой. В общем, она в котомку свою, видите, положила. Подарки, кстати. Вот. До восхода солнца она встала. Когда она шла, она спрашивала людей, в каком направлении пошли три короля, которые искали ребенка. Но никто не мог ей ответить. Вот. Так. В общем, дети, которые ее попадались на пути, собаки, начинали вокруг нее танцевать в снегу. Вот. В общем, она продолжала идти от деревни к деревне, от двери к двери, спрашивая, вы ребенка не видели? И никто не видел его. Без остановки она продолжала свои поиски. Смотрите. И теперь, когда все ожидают сезон, когда должен быть родился ребенок, бабушка продолжает свой поиск в надежде его найти. и каждый год дети ждут прихода бабушки. Они получают удовольствие в получении бедных, но замечательных подарков, которые она с собой приносит в эту глухую ночь. Тут еще и музыка. То есть, вы вообще себе представляете, да? 70 лет назад была написана книга полной дезинформации, где вещи названы не своими именами, где какая-нибудь бабушка, да, вместо того, чтобы воспитывать собственных внуков, ну, наверное, это была child-free бабушка, у которых не было ни детей, внуков, и ей не хрен было, чем заняться, как бросить свой дом, взять какие-то бедные подарки, как в Нигипур, и идти, и нести неизвестно куда. То есть, это называется, да, у русских было выражение, как в сказке, иди туда, не знаю, куда принеси, то не знаю, что, и вот, типа, найди того, не знаю, кого, подари ему, что-то такое. Вот. я когда читала, думала, где в голову приходили все эти мысли, или это какое-то стадное чувство, они пошли туда, к какому-то младенцу нести подарки, и она тоже должна. Но сам факт, что, а нужны ли этому младенцу подарки вообще? и сам факт, значит, что русские дети, да, на Рождество, то есть, тогда, когда должен ребенок родиться, да, младенец, Иисус, ждут бедные подарки от какой-то бабушки. Ну, в общем, с логикой не все в порядке, но зато все в порядке с дезинформацией. Вот так. Я заряжаю вас на хорошее настроение. Поделитесь в соцсетях, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Всего вам доброго! Оксана из Алабамы.